Талибов Талибов Таджикистан и Узбекистан провели совместные учения. Таким образом, они продемонстрировали талибам свои военные возможности и способность противостоять любым угрозам, отмечают эксперты. Что касается Китая, то еще до победы Талибана министр иностранных дел Ванки уже вел активные переговоры с глупировкой. Мы уже ранее сообщали, что Пекину выгодно сотрудничество с приграничным Талибом, власти которого лояльны талибам. Но у Китая есть больное место. В последние годы Компартия активно ведет идеологическую работу в лагерях провинции Синьцзяна. Запад обвиняет в нарушении человеческих прав и насилии мусульман, а Китай отрицает, заявляя, что это ведет воспитательную работу и обучает китайскому языку. Теперь же официальному Пекину нужна гарантия, что талибы не активизируют свою идеологическую работу на территории Поднебесной, пишет газета. Казалось бы, Афганистан бедная азиатская страна. Но несмотря на смену власти, крупные державы всегда имеют там свои интересы. Талибы опытны в боях, но неопытны в политике и экономике. Поэтому они автоматически становятся уязвимыми. Спасибо, Айсанша. Мы продолжим.